друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал деревенский дневник очень многодетной мамы и канал мать героиня мои хорошие последние сводки с полей да что касается поберухи кстати сразу хочу значит сказать пока не забыла вчера мне там девочки писали гальгрид а чё она сидит на стриме в очках но кто-то предположил что возможно друзья мои у лёльки совесть совесть проснулась и ей стало стыдно смотреть людям в глаза ребят неужели кто-то в это еще верит что у нее есть хотя бы какие-то остатки совести мне кажется у нее и зачатка в совести изначально никогда не было вот просто родилась вот такая вот сама по себе которая знаете спокойно шла по жизни да которая сказала да чё тут такого да он там помните когда нас борисом то сошлась и было там 14 лет всего ничего да по идее сопля соплей понятное дело я уже миллион раз говорил о том что с него это конечно никакой ответственности не снимала он был взрослый мужик да но опять же 14 лет вот каждый из нас с вами тоже может собственно вспомнить свои 14 лет мы все равно что-то допонимали да и это надо было быть какой наглой влезть в семью где был взрослый мужчина была семья была жена был ребенок да и ты туда полезла своими грязными ногами даже не думая о том что это не есть хорошо вообще не думая абсолютно это что касается лёлькиной совести поэтому даже не думайте друзья мои о том что у лёльки там знаете вот ей стало стыдно она решила прикрыть свои вот эти вот стыдливые глаза нет все гораздо проще а кстати вчера еще кто-то писал из девочек галь а может ей шурик в глаз зарядил так скажем выясняли отношения да и лёлька решила скрыть свой фенгал нет ребят фенгал никакого не было потому что поберуха благополучно потом сняла сняла вернее очки и начала гоготать как ненормальная говоря о том что вот-вот типа за мной тут всякие папарацци бегают да а я как звезда как известная публичная личность пытаюсь от них скрываться так знаете сидела ерничала и конечно же стебалась по этому поводу хотя сразу хочу отметить что вчера несмотря на всю и вот эту напускную наигранность напускное веселье было понятно что ей как-то знаете внутри то не очень хорошо чем это связано судами ли это связано с тем что лёлька понимает что возможно в ближайшее время да на нее обратят внимание а вдруг те же федеральные каналы или еще что-нибудь да а может быть слышала информацию про всевозможных блиновских да за тлеяшинова насколько я знаю пока еще не взялись но вот я имею ввиду про тех самых инфоцыган которые просто продают доверчивым людям воздух так вот кто его знает по какой причине может быть из-за шурика может быть не из-за шурика может быть потому что придется и лёлька понимает да что-то где-то там как-то значит отказаться от каких-то денег кто его знает опять же чужая душа потемки но то что кошки скребли у нее вчера это было точно видно потому что лёлька пыталась очень громко смеяться знаете прям так вот веселиться это было заметно что вот делает она это специально дабы показать вот смотрите мне хорошо мне хорошо на самом деле было понятно что не очень-то ей хорошо но ребят в общем что там поберуха сидела вчера рассказывала все это дело мы вчера с вами уже обсуждали я сегодня смотрю что же у нее там происходит в жизни зашла я к ней в телеграм-канал лёлька говорит ой мы пень привезли ехали за ним ну чуть ли там не 3 9 не за 3 9 земель да пень говорит весит аж целых там почти 150 килограмм для тех кто не понял пень для рубки мяса лёлька счастлива говорит да вы представляете так счастлива сейчас его еще приведем в порядок у нас появился пень для рубки мяса я вы знаете друзья мои заглянула кстати на авито она говорит можете посмотреть что там за пень и так далее я зашла посмотрела на авито я увидела значит там несколько вариантов да вот этих вот как там еще колоды как она сказала называют так вот я посмотрела стоимость значит всего вот этого и там разные были разные были ценники и по 8 тысяч да и по 10 тысяч и по 12 тысяч то есть пень абсолютно разный ребят по стоимости по 18 тысяч даже был да я не знаю за сколько приобрела лёлька этот пень плюс они еще его везли ну там везли там за 20 за 30 километров да не суть важна но в любом случае я что хочу сказать вы знаете как то интересно получается вот на своем предпоследнем стриме лёлька собрала ну приличную сумму денег да была очень довольная была счастлива и как раз таки ведь рассказывала о том что вот смотрите я меняю строчку донатов с молочного цеха обязательно срочно помогите спасите выставляю сбор на юриста и ведь ей задонатили на предпоследнем не на вчерашнем а на предпоследнем стриме ей задонатили ну такую достаточно приличную сумму денег она сказала ой как хорошо вот на следующий значит судебный процесс у нас с вами уже деньги набраны причем она же уверяет всех да что значит ее юрист вот судебное заседание стоит 14 с половиной тысяч хотя очень многие в комментариях да писали о том что какие там 14 с половиной тысяч вот мы платили допустим за судебное заседание 5000 рублей ребят ну получается какая-то интересная ситуация она значит сидела накануне собирала на юриста насобирала была очень довольна вчера вышла на стрим о чем я вчера уже говорила по горячим следам там она значит показала что вот она значит да сделала себе брови ну до конца их конечно не сделала да а перманент ей сейчас делать нельзя как она сказала потому что я беременна и говорит вот я сделала значит хной там ей подкрасили и так далее плюс она значит салоне красоты сделала себе там подкрасила волосы покрасила все на свете и вот смотрите как получается да то есть по идее она собрала значительно больше денег ей хватило еще и на салон красоты ей хватило еще и на пень да друзья мои и даже пень приволокла вот вот откуда в ней столько шкурничества вот согласитесь поэтому глядя на такого человека которому знаете сколько не дай все мало вот кто-то писал где-то в комментариях я даже ребят не помню по-моему у меня это было на канале кто-то писал о том что да дайте миллион пусть она типа рот закроет ребят какой миллион что и этот миллион когда она может за месяц собрать приличную сумму денег что и этот миллион ей миллиард дайте ей все равно будет мало это я говорю вечная бездонная бочка это бочка без дна знаешь туда вот туда можно бросать да бесконечно а там все время будет вот это эхо еще 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 давай больше крепше ширше и так далее да по этой причине конечно же естественно ну вот вот такая вот она сама по себе и конечно она все врет и обманывает рассказывая о том что у нее судебное заседание да мы там посидели три минуты мы там ничего не сделали ничего там не было да но ты же говоришь о том что вот ты четырнадцать с половиной тысяч уже как с куста отдала своему юристу а за что мне просто интересно за то что вы три минуты там посидели да и плюс прекрасно понимаю что если люди которые пишут да которые живут в том же тамбове говорят о том что мы за судебное заседание заплатили пять тысяч то с какой стати лёлькин юрист да прям там знаете берет в три раза дороже то понятное дело что это вранье короче ребят на эти деньги лёлька еще и погуляла что и накидали хомяки еще и значит салон красоты сходила еще и пень приобрела довольная счастливая вернулась обратно опять опять ребят нет у нее сил она говорит ну да вот говорит завтра кого-то будем рубить в четыре руки я не знаю кто там будет кто будет рубить но я так предполагаю что будет рубкой значит заниматься василий а также рубить возможно рубкой может быть будет заниматься еще и шурик если он собственно там да то есть ситуация шуриком как вчера лёлька на стриме кстати вчерашний ее стрим собрал всего пять тысяч рублей но она и посидела всего на всего один час у нее такие стримы уже тоже были когда она собирала очень и очень мало и она сказала что надо бы больше надо бы каждый день стримить и за стрим ей получать не менее чем восемь с половиной тысяч рублей то есть она уже поставила четкую планку да сказала что вот куда надо двигаться ее хомяка и значит про шурика она вчера как раз таки озвучила что шурик да шурика она готова уже сейчас отдать в добрые надежные руки ребят я не знаю что даже думать по поводу этой ситуации то ли она опять пытается хайповать да и держать вот этот вот градус да дабы зрители смотрели и была какая-то интрига то ли может быть действительно она уже знаете посмотрела на него и может быть действительно поняла что собственно чем ей он ей только только в качестве как мужик как партнер да так скажем половой партнер пока нет какого-то другого я все равно немножко не понимаю вот этот момент как можно с кем-то жить из мужчин да вот то есть ты живешь с мужчиной муж он тебе там сожитель неважно кто при всем при этом ты еще таскаешься на сайт знакомств но согласитесь какая-то ненормальная ситуация то есть если вот не дай бог ну во первых это ненормально да согласитесь то есть если он тебя не устраивает значит ты с ним расходись и тогда ищи себе какой-то новый вариант который ты считаешь что более ты там найдешь себе более достойного да либо но если просто представить что мужчина твой узнает о том что ты шастаешь на сайте знакомств то как бы может вообще получиться не очень красивая ситуация да мужчина в конце концов может и не сдержаться и я вот не знаю честно что там у них с этим шуриком происходит но вчера когда она озвучивала про него она сказала ой я готова его отдать в хорошие добрые руки чтобы его там кормили поили одевали холили лилели ну опять же ребят говорить можно тоже все что угодно согласитесь тем более это поберуха да ей верится это как говорится тоже так вот сегодня уже друзья мои лёлька демонстрирует что у них все хорошо все прекрасно у них рыночный день она говорит я сейчас отвезу василия со светой на рынок но да на рынок отвезу говорит и значит тоже там похожу тоже там по брожу вот и опять опять начала там нам рассказывать про свои брови и значит рассказывает что вот василий со светой гуляет по рынку лёлька говорит я тоже я тоже вот сейчас пойду погуляю, ну, и тут же, ребят, вот, знаете, надо ей обязательно кого-то обосрать, вот, никого не обосрет, значит, день прожит зря, это точно про поберуху, вы знаете, опять начала обсирать рынки, да, и людей, которые там работают, мол, вот, продукция на этих рынках меня вообще абсолютно ничем не прельщает, ну, ничего там такого нет, говорит, вот, вы понимаете, о, че, мне, да я уже закупилась, да туда, да сюда, знаете, ребят, меня вот все время удивляют такие люди, которые пытаются, да, опять же, я уже говорила об этом, но повторюсь, конечно же, которые пытаются себя превознести за счет того, что принижают других людей, их работу, их труд, в конце концов, поберуху, ты знаешь, ты бы лучше за качеством своей продукции, которую ты реализовываешь, ты лучше бы за качеством своей продукции следила, да, а не принижала бы труд и работы других людей, представляешь, вот они выехали туда, да, неважно, со своей птицей, там, со своими овощами, со своей рассадой, я не знаю, там, со своими фруктами, ягодами, да, и так далее, эти люди стоят и торгуют там своей продукцией, они занимаются делом, они работают, это работа, которая потом, возможно, кормит всю семью, может быть, подработка, может быть, самая полноценная работа, но люди работают, ты знаешь, это всегда отличается от попрошайничества, просить сидеть с протянутой рукой всегда гораздо проще, нежели работать и честно за свою работу получать деньги, поэтому, когда попрошайки начинают, знаете, как-то унизительно высказываться в адрес людей, которые зарабатывают, ну, для меня это как-то удивительно, согласитесь, это какая-то подмена понятие идет, да, то есть, ну, я такая вся деловая и так далее, и что самое интересное, друзья мои, ну, вот она рассказала про Василия, что они там прикупили ему обувь, одежду, да, для хозяйства, в общем, она ему понадобится и так далее, самое интересное было потом, когда поберуха стала ходить, снимать, значит, все это дело, что же она там увидела, да, она ей шоц выложила, и все на свете, и вот там рассаду сняла, и, значит, подходит, она там стоит в ящиках клубника, прям такая красивая-красивая, ребят, мне сразу захотелось на рынок, у нас огромное количество магазинов и гиперов, да, и всяких разных, и даже вокруг дома полно всяких магазинов, тут мне захотелось именно поехать на центральный рынок, вот на эти выходные заставлю мужа поехать, мама с бабушкой туда ездят каждую неделю, раз в неделю обязательно там за творогом, да, к определенному человеку уже на протяжении нескольких лет за молочные продукции, а я хочу очень, я не знаю, привезут у нас эту клубнику, не привезут, опять же, мы живем на северо-западе, ближе к северу, да, то есть, как бы, я понятия не имею, какая она будет, но так клубника, которую я вижу у нас в гипермаркетах, вы знаете, ну, я ее покупала, да, и позимеет, конечно, это клубникой не назовешь абсолютно, я хочу хорошие помидоры, да, у нас максимум, какие в магазинах сейчас есть, помимо черри, это вот эти вот розовые, да, и их полным-полно, но я хочу вот немножко другие, я не знаю, может быть, их сейчас пока еще нет, короче, посмотрю, что там будет, но на что я обратила внимание, там, знаете, в ящиках лежала такая красивая клубника, блин, я бы сразу накупила бы целую кучу, вот честно говорю, я все равно не сдержалась бы, не знаю, какая она, конечно, по вкусу, да, там лежали в ящиках помидоры, там, так далее, Лелька ничего не купила, ребят, вот она говорит, ой, вы знаете, меня ничего не прельщает, да, на этих рынках, типа фи, такое, знаете, пренебрежительное отношение, поберуха, ты такая смешная вообще, ты, видимо, вот забыла, да, забыла, как жила еще несколько лет тому назад, и что самое интересное, ребят, вспомните, на одном из последних стримов, да, когда ей там задонатили денежки, она кричала, ой, я беременная, ой, я так хочу клубнички, ой, спасибо, спасибо за донат, я обязательно на следующий день прикуплю себе клубнички немножко, она сказала не себе, она сказала немножко клубнички, я еще простебала эту ситуацию, сказав о том, что, ну, я так предполагаю, да, что раз немножко клубнички, значит, это немножко достанется, конечно же, кому, естественно, только в одно лелькино лицо, да, на всех остальных, ну, что там, немножко, ребят, ну, насколько немножко можно разделить, скажите, пожалуйста, даже в семье, в которой 4 человека, то есть, как бы надо побольше, множко, да, клубники, согласитесь, чтобы, как моя мама говорит, отвести душу, мне очень нравится это выражение, так вот, и вот я бы не удержалась, увидев эту клубнику, а лелька стояла спокойно, то есть, когда тебе на халяву скидывали деньги, да, значит, донаты, и ты сказала, ой, я побегу за клубникой, ой, я поела, да, там нам продемонстрировала в телеграм-канале, а когда надо купить и потратить свои деньги, не-не-не, меня что-то ничего не прельщает, лель, тебя не прельщает, а что, помимо тебя детей нет? Ребят, скажите, пожалуйста, вот любая мать, да какая мать, хоть мать, хоть бабушка, хоть тети детей, кто угодно, да, увидев там что-то это, ой, ой, надо детям купить обязательно, да, ой, надо там деткам, пошла первая клубника, пошла первая черешня, пошла первая вишня, деткам надо купить обязательно, да, там первую ягоду, так вот, вот туда-сюда, все, здесь ничего даже близко этого нет, я хочу, значит, я поеду себе покупать, да, да, в случае поберухи, а тут она стоит и смотрит, да чего ты детям-то своим ничего не купила, ну и купила бы им этой клубники, нет, ребят, рука дрожит, даже тогда, когда миллионы на ютубе получала зарплату, миллион, миллион двести, да, это не считая донатов, это не считая того, что ей с хозяйства перепадало, даже тогда была жадная, вспомните, а вспомните, когда она, значит, со Светой ехала и купила где-то там на полях, по-моему, да, купила клубнику, маленький, она сначала сказала, ой, куплю 10 килограмм клубники, а потом в итоге, значит, маленький ящик там где-то около всего там на 3 килограмма, да, и мы еще тогда посмеялись и сказали о том, что ну вот, а взрослые поедят, а детям-то там вообще ничего не достанется. Короче, с поберухой, собственно, все понятно, поберуха делает и живет все, и делает все исключительно для себя, эгоистка просто самое настоящее, плевать ей на этих детей, да, скажет, дети перебьются, нечего тратить деньги, лучше Лёлька эти денежки, друзья мои, потратит на пень в ясный день, да, на свои брови, на свой очередной маникюр, на педикюр, там, я не знаю, на волосы, еще на что-то, да, на что угодно, но только не на своих детей, вот такая вот прям мать, мать перемать 10 детей, друзья мои, дети, дети, да, все дети, и даже те, которые уже, понятное дело, совершеннолетние, конечно же, тоже для нее дети, понятное дело, но она всегда делает акцент на том, что 10 детей, 10 детей, то, что, мол, да, мне как бы надо очень много. Ребят, вот такой у меня получился обзор, пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю всего самого наилучшего, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья, ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока.